Всем привет! Меня зовут Наталья Невзорова. Я являюсь партнером компании Reflame. И сегодня мы вместе с проектом «Будь красивой» будем говорить о том, какие средства для декоративного макияжа есть в моей косметичке. Мне очень часто задают вопросы об этом, какие тени я накладываю, какой губной помадой я пользуюсь. Поэтому сегодня мы будем рассматривать именно мою домашнюю косметичку. И я расскажу, какие средства я беру с собой. Ну что ж, давайте начинать смотреть. Вообще мы начнем обзор с теней. Потом я расскажу вам о губных помадах. Потом я расскажу о тушах, которыми я пользуюсь, о карандашах и о корректорах. Ну, сейчас мы начнем обзор с теней. Теней у меня оказалось больше всего. И причем разных теней я пробую. Если в компании появляется какая-то новинка, то я стараюсь взять и попробовать эти тени. Случайно у сестры нашла продукты, которые уже не представлены в каталоге Арифлэм. Это вот такие кремовые тени. Причем в свое время как-то я их не оценила. Ну вот, решила взять и попробовать. И вы знаете, мне не очень понравились. Мне понравились вообще отлично ложатся как основа. Поверх них я покрываю тени уже сухие. И в течение дня макияж держится достаточно хорошо. Они представлены вот в таком у меня зеленый вариант. Их можно наносить кисточкой, можно наносить пальчиком. И вот голубой вариант. Глаза у меня зеленого цвета. Поэтому мне подходит, что такие зеленые, что холодные оттенки, что теплые оттенки. Следующие тени, о которых я хочу вам рассказать, это запеченные тени. Что хочу сказать? То, что они достаточно хорошо держатся. Интенсивных оттенков. И вот видите, у меня зеленый цвет. Зеленый с бежевым уже практически закончились. И сейчас я пользуюсь серыми тенями. Розовые я кладу как основу под верхнее веко. В уголок глаза. И вот зеленые у меня когда-то были взяты. Я пользовалась ими, не знаю, раза три, наверное, брала эти тени. Но вот взяла четвертый раз. И как-то вот остались пока не тронутыми. Наверное, они мне уже просто надоели. Тени достаточно хорошего качества. Хорошо наносятся. Неплохо лежат. И пользовалась я ими достаточно продолжительное время. Следующие тени, которыми я пользуюсь в настоящее время, это тени, вот так, две такие палитры. Одна палитра теплых оттенков. Я еще раз говорю, что у меня такой хитрый цвет глаз. Зеленый, который подходит и для холодных, и для теплых оттенков. Единственное, мне нельзя использовать золотистые оттенки теней. Вот холодная палитра и вот теплая палитра теней. Эти тени, я их использую сейчас. Не все, конечно, оттенки я стараюсь наносить. Например, я не пользуюсь вот таким ярким оттенком. Таким красно-бордовым. Потому что глаза у меня будут выглядеть заплаканными. Из этих оттенков, которые здесь, я не пользуюсь вот этим золотистым. Вот золотистый оттенок. Остальные я периодически использую. Ну вот, сиреневая ограничена. То есть, вот эти вот два оттеночка ограничены. Тени нравятся. У них очень хорошая пигментация. Они очень хорошо лежат на глазах. Ими можно рисовать. Прорисовывая, например, уголок глаза и так далее. И, в общем, я осталась очень довольна. Даже не ожидала. Они, кстати, очень давно в каталоге. Но вот взяла я только их, может быть, месяца-два назад. Еще одни тени. Я взяла их просто попробовать по качеству. Ну вот, здесь два оттенка. Один оттенок это такой стальной. А второй оттенок это холодный лед такой голубоватый. Лед меня не вдохновил. А вот серый оттенок мне очень-очень понравился. Эти тени я использую их редко. Только если мне надо сделать какую-то подводку серым оттенком. Дальше. Двое теней, которые мне очень нравятся. Я беру уже их второй или третий раз. Даже третий, по-моему. Это белый оттенок. Белый матовый оттенок. А это бежевый оттенок. Ближе, наверное, к орехам. Такой светлый орех. Тени матовые. Чем мне очень нравится. У них такое бархатистое нанесение. Я очень довольна вот этими тенями. И вообще возьму, наверное, еще попробовать другие оттенки. Потому что палитра этих теней, они так и называются, 100% цвета. Потому что палитра очень богатая у этих теней. Я люблю тени, которые в отдельных упаковочках лежат. Потому что цвета не смешиваются, как вот, например, в этих тенях. Видите, здесь вот иногда попадают, да, тени соседние. Ну вот, рекомендую. Ну и, наверное, первое место я бы отдала вот этим теням по качеству. Это кремовые тени. Их несколько оттенков в Арифлейм. Но у меня вот только два оттенка. Это такой, знаете, болотный зеленый и лиловая дымка. То есть, вот видите, такой нейтральный оттенок. И не серый, и не розовый. Такой какой-то вот дымчатый. Интересный такой оттенок. Поэтому вот эти тени мне очень нравятся. Я их использую как основу. Вот этих теней я даже взяла две штуки. Вот у меня здесь запас. Потому что их какое-то время не было в каталоге. И я очень осталась довольна. Глядят они следующим образом. У них вот такая кисть-аппликатор для нанесения. И они вот совершенно такие кремовые, жидкие. Когда их наносишь, через некоторое время они застывают. И поэтому очень хорошо держатся до самого вечера. То есть, эти тени я осталась вообще в восторге. И я, например, наношу вот эти тени как основу. А потом сверху выделяю разные уже приемы, используя тени. Именно вот уже этими сухими оттенками теней. О тенях поговорили. И сейчас поговорим о помадах.